Полиция проверит тех, кто создал видео, которое вызвало однозначную реакцию в интернете. Живодёры опубликовали ролик, где требуют ставить им лайки, иначе они угрожают убить котёнка. Да и во время съёмок этого чудовищного видео успели помучить котёнка, связав его лапки с кочем. Это пока не очень серьёзно, но зоозащитники просят возбудить дело по 245-й статье «Жестокое обращение с животными». Да и смотреть, конечно, ужасно на всё это. Первое. Одно видео – одна жизнь в Васе. В каждом видео Васе ждут различные пытки и испытания, и только вы сможете повлиять на их фор. Второе. Если лайков будет больше, чем дизлайков, Вася будет жить в нормальных условиях. Если же нет, то я ему не завидую. Вообще сообщают, что если за 9 выпусков на канал не подпишутся 100 тысяч человек, то все 9 жизней котёнка сгорят. Хотя хозяин канала записывает видео в маске и меняет свой голос, всё равно очевидно, что это подросток. Но он добился, чего хотел. О так называемой «игре» уже говорят во всём интернете. Это «Жестокость» мы сейчас обсудим с психотерапевтом и клиническим психологом Ириной Смолерчук. Ирина, наверняка Вы сами слышите, в СМИ участились сообщения о жестоком обращении с животными. То собачку какую-то побьют, то кошку скинут из окна. Почему сейчас это происходит? Участились ли такие случаи? По поводу частоты и периодичности говорить не могу, потому что я за этим не наблюдаю принципиально. И вот это самое учащение говорит о том, что общество включается и поддерживает вот этот шантаж подростков. Существует правило работы с шантажистами и с террористами. Не кормите тролля, не поддерживайте ни лайками, ни дизлайками. Проявите абсолютное игнорирование. Это Ваша будет гражданская социальная позиция. Таким образом, у подростка сразу теряете мотивацию выходить в мир. Ирина, почему именно подростки? Почему всё-таки среди них такие случаи чаще всего происходят? Ну, надо сказать, что у подростков именно в это время существует такой нестабильный гормональный фон, о котором мы говорим. Вообще причины, это совокупность, скорее, причин жестокости. Вот первый, это нестабильный гормональный фон. Второй, это, конечно же, легализованное насилие в семье. Это может быть не только насилием сексуальным в общепринятом понимании. Это психологическое насилие. Когда мама говорит, например, ты у меня в субботу пойдешь гулять с Колинкой, например, с младшим братом. Это такое директивное послание, в котором ребенок не имеет права слова. И с этого момента начинается насилие. И третья причина, о которой мне важно сказать, это попытка присоединиться к своей референтной группе, заявить о себе таким образом. Слушайте, Ирина, это достаточно спорный способ заявить о себе. Я ни одного человека не знаю, у которого бы вызвало одобрение, что происходит. Но хорошо, у них не все в порядке с психикой. Они делают эти жестокости, снимают такие видео. Зачем это выкладывать? Перед кем они хотят похвастаться? В первую очередь, такое поведение, оно носит в себе компенсаторный фактор. И ребенок таким образом пытается напугать свою референтную группу, в которой он испытывает страхи, преследования или травли. И заодно, чтобы родители и взрослые боялись. Таким образом, он присоединяется к своей референтной группе. Он заявляет о том, что он умеет за себя постоять, о том, что он может быть жестким, непримиримым. Это, когда вы сказали, когда вы мне возражали, я должна сказать, что все-таки это особенные дети. Дети из неблагополучных семей, в которых легализовано и популяризируется насилие. Они таким образом просто выживают и заявляют о своих проблемах. Это дело общества не поддерживает социально опасное поведение. Регулирует его, как обычно, и по закону, и по совести, по нравственным принципам. Опекуны, родители, и мы неравнодушные люди. Ирина, а всегда ли это дети из неблагополучных семей? Может ли в обычной семье появиться такой ребенок? Вообще бывают такие случаи? Здесь важно тогда разделить понимание неблагополучное. У нас в обществе принято в том, что неблагополучная семья – это непременно многодетная и бедная. Но семья богатых и олигархов вполне себе может быть неблагополучной, где ребенок не получает поддержки, защиты, каких-то базовых вещей, которые обеспечивают ему полноценное существование, полноценную идентификацию социальную в том числе. И принятие родительскую безусловную любовь, когда родители откупаются от ребенка какими-то дорогими вещами. И в этом смысле он также может заявлять о себе таким маргинальным способом. Ирина, давайте рассмотрим случай, если все-таки родители нормальные, адекватные люди. Вот так вот получилось у них, ища дяду, такой растет в семье. Что им делать? Давайте вспомним, недавно был случай, тоже очередной живодер издевался над котенком, и мать жаловалась, что не может на него найти управу. Может быть, есть какой-то механизм, предусмотренный нашим государством, какой-то порядок действий? И вообще, что делать родителям? Здесь два вопроса, да, механизм, предусмотренный государством, это, конечно, наказание, неотвратимость наказания. Потому что в это время у ребенка единственная функция, которая у него регулируется, это подражание сообществу и страх. И хотя бы на страхе сформировать вот это такое понимание того, что наказание может быть неотвратимым. И вторая часть вашего вопроса, это, конечно, включенность родителей, привлечение специалистов. Потому что жестокость, это все-таки сигнал. В большинстве своем мы не будем говорить о каких-то первертах психотических, где у человека заложен какой-то раскол личности, да, и он родился маньяком. Тогда здесь вопрос к психиатрии. Но чаще всего все-таки это сигнал в общество, сигнал к родителям о том, что они были равнодушны, о том, что они не дали любовь и о том, что мало контакта. Ирина, огромное вам спасибо. Я все-таки надеюсь, эти живодеры будут наказаны. Видео уже заблокировано. Надеюсь, в скором времени администрация сайта заблокирует и канал, на котором он находился. С нами на связи была психотерапевт и клинический психолог Ирина Смолерчук. Мы обсуждали видео, где подростки мучают котенка, чтобы на их канал подписывалось как можно больше людей.